Добрый вечер, дорогие друзья! Я очень рада приветствовать вас на своей лекции. Для меня это большая честь и большая радость участвовать в цикле лекций, посвященных 300-летию Санкт-Петербургского государственного университета в культурном фонде «Русский дом» в Барселоне. Мне посчастливилось побывать в этом замечательном городе, у меня остались чудесные воспоминания, и эта лекция для меня тоже повод вспомнить моё пребывание там. Тема лекция весенняя, цветочные обрамления, и грядёт весна, апрель, я думаю, что в Барселоне уже всё цветёт. У нас в Петербурге тоже появились первые цветы, проклюнулись, но их на прошлой неделе занесло снегом, был заморозок на выходных, но сейчас, кажется, уже весна вступает в свои права. Так что, надеюсь, тема лекции, кстати, и для Барселоны, и для Петербурга. Итак, мы будем говорить о цветочных обрамлениях религиозных образов и светских портретов. Обрамление из цветов – это эффектный декоративный мотив, который весьма часто встречается как в религиозном, так и в светском искусстве 17 века, прежде всего 17 века. Первоначально он возник как имитация живых цветов, которые украшали религиозные образы, молельные образы в дни церковных праздников. Известна очень красивая легенда, средневековая легенда о том, как один молодой монах каждый день преподносил к образу богоматери гирлянду из роз и таким образом служил ей, а Мадонна благодарила его кивком головы. Но наступила осень, и это стало причиной огорчения молодого монаха, потому что ему негде было раздобыть роз для Мадонны. И тогда его духовный отец велел ему каждый день по 25 раз повторять молитву «Ава Мария», молодой монах так и поступил. И с произнесением молитвы у образа появлялся новый цветок, распускалась роза, и после того, как он завершал этот цикл повторений, готова была уже целая гирлянда. Такая красивая легенда, которая как раз связывает цветы, чудеса и религиозные образы. Появляется этот мотив в искусстве контрреформации, в искусстве второй половины XVI века, прошел Триденский церковный собор в 1545-1563 году, и католическая церковь стремится возродить религиозное благоговение в противовес такому более рациональному варианту христианства, который предлагает протестантство. Конечно, искусство здесь играет большую роль, потому что искусство способно трогать душу, искусство обращается напрямую к нашим чувствам, минуя разум, и вот к этому мощному средству воздействия католическая церковь и обращается. Кроме того, яркие цветы должны были привлечь взоры паства к давно знакомым образом, заставить их вперить свои взоры в эти образы, более вдумчиво к ним отнестись, и были таким символом благочестивого отношения к образам в период протестантских нападок на изображение вообще. Конечно, в католических теологических трактатах неизменно подчеркивалось, что все почести, которые адресуются образу, изображению Мадонны или святых, конечно, восходят к первообразу. Но это не мешало выделять какие-то особо чтимые образы, особо любимые паства. Ну и, наконец, этот мотив цветочной гирлянды, где все цветы написаны столь живоподобно, что, кажется, мы можем протянуть руку, достать цветок, кажется, что это сама природа, кажется, будто это настоящие цветы, они как будто бы обманывают наш взор. И таким образом может возникнуть мысль, что и сам образ тоже нерукотворный, данный самим Господом, и это тоже должно было способствовать возрождению благочестивого, благоговейного отношения к подобным религиозным образом. Конечно, расцвет этого жанра был возможен на фоне расцвета жанра натюрморта в фламандской и голландской живописи, когда были художники, способные исполнить такие заказы. Появилось разделение мастеров. Обычно религиозный образ изображения святого или мадонны писал один художник, а рану вокруг писал другой художник, специалист, который был особенно искусен, виртуозен в написании цветов. И на слайде вы можете видеть один из примеров. Это замечательный образ из Прада. Питер Пауль Рубенс исполнил изображение Мадонны с младенцем, а раму вокруг гирлянду из цветов выполнил Ян Брейгель-младший. Ян Брейгель-старший и Ян Брейгель-младший, отец и сын, были как раз художниками, которые замечательно выполняли вот такие вот рамы. Еще один пример, отличающийся большим изяществом, Ян Ван Кессель, автор этого произведения. И мы видим изображение Мадонны с младенцем, очень изящный, юный, миловидный. И перед ними благоговейно преклоненный, коленопреклоненный святой Эльдефонс. Они озарены светом, ангелы держат над ними короны. И возникает вот такое вот нежное, благочестивое чувство умиления. Такой эмоциональный посыл вообще характерен для искусства контрреформации. Можно привести множество других примеров изображения ангелов, детей. Миловидных, хорошеньких, нежных птиц и растений, которые напоминали бы о райском саде, о райском блаженстве. Изображение агнса божьего, жертвенного агнса. Но в то же время это и тоже такой умилительный образ беззащитного животного, юного. Расположение цветов в таких образах может быть разным. Вот, например, изображение, которое было выполнено Якобом Йордансом и художником, который помогал писать ему цветы. Как широкая лента здесь располагаются цветы и образует вот такое вот овальное обрамление. Или другой пример – это Эразмус Квелинус и Даниэль Зеггерс. И здесь мы можем видеть картушь, который окружает изображение, а цветы акцентируют углы. Снова Даниэль Зеггерс в содружестве с еще одним художником. И, казалось бы, здесь принцип похожий. Снова цветы акцентируют нижнюю горизонталь, как бы основание, на котором покоится картушь, и верхние углы. Но здесь еще возникает и такой прихотливый узор. Побеги, остроконечные листья распространяются по всей поверхности картуши. Вот еще примеры. То есть, конечно, великое разнообразие способов эффектно, красиво расположить цветы вокруг изображения. В центре могут находиться не только Мадонна с младенцем. Это могут быть и святые, это могут быть и ангелы. Или вот пример в правой части слайда, когда гирлянда из цветов и фруктов обрамляет евхаристический натюрморт. Такой своеобразный чашу причастия. Порой подобные мотивы используются не только в связи с религиозной тематикой, но и в связи с тематикой светской, более того, в связи с тематикой языческой. Например, в Эрмитаже есть превосходная маленькая картина Рубинса, статуя Цереры. Статуя и архитектурное обрамление, и пути были написаны Рубинсом, а гирлянда цветов была написана Францем Снейдерсом, художником, который специализировался на создании натюрмортов. Скульптура римской богини-плодородия изображена в нише, которая оформлена как портик. И от картуши в центре ниспадает гирлянда, причем она вот так вот перехвачена таким образом, что она рифмуется с фигурой богини. Вот гирлянда, да, и согнутая рука богини ритмически повторяются, такое эхо возникает. И затем вертикально расположена, ниспадает, да, и образует вертикаль, которая тоже рифмуется с статуей богини. Вторую гирлянду держат прихорушенькие утси. И возникает очень интересное ощущение. С одной стороны, предмет картины, это, казалось бы, статуя в архитектурном обрамлении. Нечто совершенно статичное, неподвижное, но вот такой вот легкий контрапост фигуры, который подчеркнут поворотом. Живописная группа пути и даже легкое смещение арки от центра, все это приводит к тому, что кажется, будто бы одни не оживают на наших глазах. И кажется, как будто бы она готова двинуться нам навстречу. Очень скоро обрамление этого образа было перенесено в гравюру, но только в центре теперь мы уже видим не языческую богиню-плодородие Цереру, а мы видим изображение Мадонны с младенцем. Гравюру сопровождает надпись, и в надписи Мадонна уподоблена благословенному древу, дающему животворящее изобилие. То есть получается очень интересно, получается, что символический мотив, который воплощает плодородие, может быть актуальным и для языческого образа, и для образа христианского. А как интерпретировать, как истолковать эти цветы? Ну, с одной стороны, мы знаем, что Мадонну нередко уподобляют розе без шипов или лилии, символу чистоты. Но если пытаться каждому цветку, каждому фрукту приписывать какое-то строго определенное значение, это, наверное, все-таки неправильно, это скорее заблуждение. Такие попытки не находят подтверждения в современных текстах. Нет таких трактатов, которые были бы посвящены подобным изображениям, в которых бы, как такое вот послание, расшифровывался бы каждый элемент. Скорее, здесь предоставлялась такая свобода фантазии, свобода выбора зрителю, зрителю, который, конечно, знает о символических значениях, которые приписываются обычно тому или иному цветку. Но все-таки это не интеллектуальный шифр, это не репус, а это вот такая вот фантазия творческая, и, конечно, здесь во главе угла идеи плодородия, духовного плодородия прежде всего. И вот такая вот возможность свободного истолкования привела к очень интересному феномену появления пустых рам, цветочных рам, когда в центре оставлено свободное место, и в него потом можно вписать то или иное изображение. Об одном из таких рам рассказывает художник Арнольд Коубракен. Он создал труд, в котором изложил биографию своих коллег, нидерландских мастеров. И вот он рассказывает о раме, которая якобы была создана Яном Давидсом Дехемом, виртуозным мастером цветочной живописи. Он работал в Утрахте, в Лейдене, в Антверпене. И обеспеченный художник Ян Вандермер заказал Дехемо живописную цветочную раму и заплатил за нее очень большую сумму – 2000 гультонов. Зато эта рама Яну Вандермеру очень пригодилась. В 1672 году он пострадал от французских войск, они разграбили его имущество. И чтобы поправить свое положение, Вандермер стремится снискать благосклонность нового статхаудера Вильгельма Аранского. И он помещает в готовую раму портрет Вильгельма в 10-летнем возрасте. То ли он сам написал этот портрет по известному образцу, это портрет кисти Абрахама Рогино, то ли какой-то другой художник по его заказу выполнил эту задачу. Но так или иначе, портрет монарха, правда, такой ретроспективный портрет, портрет в юном возрасте, оказался очень эффектным, очень кстати. Сейчас этот портрет хранится в Музее изящных искусств в Леоне. При этом цветы и плоды апельсина могут быть восприняты как отсылка к имени рода Аранских. А лев внизу может быть воспринят как геральдическое животное дома Нассау, из которого происходил Вильгельм. И, конечно, то, что эти символы и образы уж так подходят к этому портрету, конечно, это заставляет нас подозревать, что, может быть, здесь все-таки что-то не то, может быть, как-то Хоубракен ошибся, и, может быть, все-таки эта рама была изначально создана для того, чтобы обрамлять портрет Вильгельма Раскова. Но так или иначе, у нас есть письменный источник, у нас есть свидетельство Хоубракена, и, ну, если не в этом конкретном случае, то, по крайней мере, в целом мы можем судить о том, что такая практика создания пустых рам существовала. Вот пример такой пустой рамы. Опять же, предполагалось, что обязательно это пространство в центре будет заполнено, или нет, или этот мотив может восприниматься как самостоятельная декоративная композиция. Достоверно, точно мы пока ответить на эти вопросы не можем. Не только в религиозном искусстве, как вы, наверное, уже заметили, существуют такие обрамления, но они существуют и в искусстве светском. И они нередко обрамляют портреты правителей, портреты государей. И один из самых ранних примеров, которые мне удалось найти, это портрет эрцгерцога Фердинанда II из Музея истории искусства в Вене. Мы видим портрет второго сына императора Фердинанда I Габсбурга. Он вступил в права владения Тиролем и Передней Австрией. И он представлен на этом портрете зрелым мужем, который наделен незаурядной физической крепостью. Это подчеркивает и палец Геркулеса в его руке, которая вообще имела большое значение как атрибут Габсбургов. Возраст его – это пора расцвета жизненных сил, которая отмечена уже опытом и мудростью. Мы видим морщины на его челе, которые свидетельствуют о прожитых годах. Голова увенчана лавровым венком, на груди орден золотого руна. И фон составляет непременное для парадного изображения колонна, а также еще и драматический пейзаж с клубящимися облаками. Но художник вводит мотив двойного обрамления. С одной стороны, это такая вот архитектурная рама с двумя колоннами. Не исключено, что это геркулесовые столпы, столпы, которые означают конец света. И это важный символический атрибут для Габсбургов, огромной империи, империя, в которой не заходит солнце и которая простирается до геркулесовых столпов. Может быть, здесь такое значение заложено. Но при этом появляется еще и мотив цветов, венка из цветов, которые перевязаны лентами. Лентами – это ленты Ордена Золотого Руна. И вот этот же орден мы видим и на груди Фердинанда II. Несколько лет назад в Инсбруке, в замке Амбрас, проходила выставка, которая была посвящена Фердинанду II. И в каталоге был воспроизведен этот портрет. Он даже стал такой своеобразной эмблемой этой выставки. И в каталоге отмечено пропагандистское значение цветов. Причем как-то там подробно не расшифровывается, что это значит. Но, вероятно, авторы подразумевали, что эти цветы указывают на добродетели монарха и расцвет его государства под его скипетром. Интересно, здесь цветы собраны в раму. Такой тугой венок, но очень насыщенный цветами. Узкая, но очень плотная полоса. В дальнейшем довольно редко мотив цветочного обрамления будет сочетаться еще и с какой-то архитектурной рамой, и с пейзажем. Обычно художники будут стараться избежать такой вот нарочитости, перегруженности композиции. Но здесь, впрочем, все это весьма эффектно и интересно смотрится. Конечно, цветы в изобразительном искусстве и в портрете могут появляться в самых разнообразных формах. И мы не можем останавливаться на этом вопросе подробно. Но вот единственный пример, который я считаю обязательным продемонстрировать, это работы Джузеппа Арчимбольда, придворного художника Рудольфа II Габсбурга, императора Священной Римской империи. Джузеппа Арчимбольда работал для него в Праге. И Джузеппа Арчимбольда разработал целый тип имперской иконографии, когда изображения состояли из цветов или фруктов, из вот таких вот элементов. У него есть композиции, которые изображают стихии – огонь, землю, воду, воздух. Или вот, например, вот такая вот композиция, которая изображает весну, портрет юноши, но он весь собран из хитро расположенных цветов. И кульминацией этого типа имперской иконографии был портрет императора Рудольфа II как вертумна. Как могут интерпретироваться цветы и фрукты, которые здесь представлены? Ну, первое, что приходит на ум, это, конечно, изобилие, это богатство, это процветание страны под скипетром мудрого монарха. Но Томас Дакоста Кауфман подчеркивает, что здесь может быть и другое значение. Здесь Рудольф II представлен как не просто бог времен год, но и как бог стихии. Ведь цветы и плоды, которые здесь представлены, они в природе не распускаются одновременно. Сначала цветы, потом плоды. А здесь собраны цветы и плоды всех сезонов. И это позволяет нам интерпретировать портрет как предвестие Золотого века, Золотого века империи. Это вообще очень важная тема, которая восходит к античности. В четвертой экологии Инеиды Вергелий описывает явление Золотого века, когда все будет, и когда, собственно, не будет такого чередования сезонов, а все будет цвести, и можно будет довольствоваться всем и сразу. И вот эта тема тоже в дальнейшем будет очень и очень важной. Развитие светского портрета в XVII веке, светского портрета в цветочной раме, связано преимущественно с фламандской школой и с голландской школой. Конечно, это одно из самых ярких воплощений барочного пристрастия к пышности, такой приподнятой декоративности. И вот один из таких примеров – это портрет Филиппа V Испанского с его супругой Марией Луизой Савойской. Это портреты, которые находятся в собрании государственного эрмитажа. Мы видим монарха, который представлен в такой позе, свидетельствующей о мужественной уверенности. Рука его на поясе. Мария Луиза представлена на портрете в пандан супругу, и ее поза исполнена такой величавой женственной грацией. Портреты вознесены на каменные пьедесталы, их поддерживают скульптурная композиция, скульптурные извояния. И рамы щедро украшены цветами, но теперь это не такая вот плотная лента, как это было на портрете Фердинанда II Габсбурга, а это живописные композиции. Цветы свободно расположены, лежат у подножья пьедесталов и образуют такую свободную композицию с живописным силуэтом вокруг него. В мужском портрете такой многоцветный аккомпанемент оттеняет колористический аскетизм образа модели. Филипп V облачен в черное, а в женском портрете, напротив, эти цветы становятся как бы эхом белого с золотом платья и алой мантии королевы. Я пролистаю еще несколько изображений, почти не сопровождая их комментариями, просто чтобы продемонстрировать, что такой тип оконографии действительно был очень и очень распространен. Есть множество изображений коронованных особ, которые помещали в такое обрамление. Но есть и не только коронованные особы, есть и простые смертные. И появляются такие портреты уже ближе к концу 17 века, и можно говорить о том, что постепенно это становится таким вот модным мотивом. не только сакральные образы, не только образы государей могут быть украшены таким образом, но и образы обычных людей. Вот такие вот изображения. Ну, все они очень яркие, красочные. Порой это не цветы, порой это фрукты. И, по-видимому, фрукты – это плоды духа, и это результат воспитания. Именно в этом смысле они могут встречаться в детских портретах, указывая на тот путь, который должен пройти маленький человек. Вот такой вот совершенно необычный, очень оригинальный портрет кисти Николая Ван Хоубракина. Автопортрет – это уже 18 век. И мы видим, как лицо художника появляется из прорыва холста. Тоже очень интересное решение. И, конечно, оно свидетельствует о том, что теперь с мотивом цветочной гирлянды уже экспериментируют и пытаются как-то осмыслить, как-то обыграть этот мотив. Ведь что такое цветочная рама? Цветочная рама – это мотив, по сути дела, иллюзорный. По сути дела, это такая вот обманка. Мы можем принять эти цветы за настоящие цветы и даже потянуться, попытаться какой-то цветочек из этой рамы достать. То есть это, конечно, апофеоз живописи как меметического искусства, как искусство подражания, подражания природе. А что есть искусство? Это подражание или что-то особенное? И какая сущность появляется в искусстве? Собственно, появление у художника из такой вот дырки в холсте – это, по-видимому, такое вот своего рода размышления о том, что есть живопись. И порой даже и в низовой сфере возникают образы в цветочных обрамлениях. Вот такие музыканты, например. Портреты художников Николя Пуссена, работы Даниэля Зейгерса в такой вот раме. Или портрет Рубинса. В конце XVII века мотив цветочных гирлянд проникает в искусство бранденбургской марки. То есть теперь этот мотив уже не ограничивается Фландрией и Голландией, а распространяется и в другие регионы, и в другие региональные школы. Появление голландского влияния было обусловлено политикой покровительства мигрантам, начало которой положил великий курферст Фридрих Вильгельм. Он издал Потсдамский дикт в 1685 году, поскольку он стремился увеличить население области, которая была опустошена 30-летней войной. И начало вероотерпимости, которое он проводит в своей политике, конечно, способствовали тому, чтобы население этой области постепенно восстанавливалось, в том числе и за счет притока мигрантов. Сыграл определенную роль и его личный вкус. В юности он провел 4 года в Голландии. И одним из его любимых художников был Даниэль Зеггерс. Вот тот самый Зеггерс, работа которого мы сегодня видели. И великий курферст приглашает на службу его ученика от Тамара Элигера-старшего. Он был начальником целой династии художников. И вот Тамара Элигер-старший исполняет портрет супруги Фридриха Вильгельма I, курферстины Доротеи, в цветочном обрамлении. До сих пор обычно мы видели портреты поясные или погрудные. А здесь мы видим такой вот интересный случай. Портрета в рост. Портрета на фоне пейзажа. Парадного портрета. Но при этом на первом плане роскошная композиция из цветов, которая оттеняет, которая доминирует. А портрет воспринимается вот уже на заднем плане. Изображение даже кажется каким-то крошечным в сравнении с живописной рамой, поражающей обилием и разнообразием весенних и летних цветов и плодов. А вот портрет сына Фридриха Вильгельма I, Карла Эмиля, работы Адриана Вандерспельта, тоже еще одного художника, приглашенного этим монархом. И здесь снова мы можем видеть замечательную композицию из цветов. Причем, обратите внимание, здесь возникает такой заостренный прием обманки, обмана зрения. В руке юный принц держит скипетр и кажется, как будто бы он выходит за пределы холста, как будто бы он в одном пространстве с нами, со зрителями находится. И рука, в которой он упирается в бок, тоже повернута таким образом, как будто бы находится вот в одном пространстве с нами. Тоже очень интересное решение, живописное, эффектное. До сих пор мы видели, что обычно в таких композициях доминирует красный, желтый цвет, а здесь холодные цвета, изумрудный, зеленый, синий, голубой доминируют, и вспышки алого и красного очень элегантно выделяются на этом фоне и перекликаются с одеяниями юной модели. В начале XVIII века этот мотив проникает и во французское искусство. И вот один из примеров – это портрет Мари-Анда Бурбон, принцессы Канти. Казалось бы, все то же самое, тоже цветочная рама. Меняется разве что набор цветов и меняется также и живописное решение. Здесь уже не доминируют тюльпаны, красные или желтые. Здесь много роз, белых или благородного оттенка бледно-розового, нежно-розового и охристых тонов, тоже неярких. Во французском искусстве появляется и принципиально новый композиционный прием. Теперь цветочное обрамление – это не просто рама портрета, который мы видим, а это рама портрета, который держат персонажи, модели, представленные на этом портрете. Вот, например, герцог Орлеанский любуется на свою дочь, Марилуиз де Бурбон, а держит ее портрет гений, род, бог любви. И здесь уже эти цветы символизируют не добродетели монархов, не золотой век империи. Здесь снимаются эти политические коннотации, и цветы акцентируют юность, красоту модели, ее юную прелесть. Особенно очевидно это вот в таком портрете, это портрет Элен Ламбер де Терингиль, это супруга состоятельного финансиста. И вот она представлена в раме из цветов, которую держит арабченок восхищенно любующийся своей госпожой. И она как будто бы готова то ли добавить последний цветок в этот букет, то ли она, наоборот, достала этот цветок из букета и готова примерить его к своей прическе. Но так или иначе, это замечательный образец рококо, и сам мотив кокетства, и мотив вот такой вот игры со зрителем, характерен. И тут мы уже затрудняемся сказать, что это портрет в портрете, или это живописная рама, и с кем кокетничает эта модель с ровчонком или с самим зрителем. Вот такой вот игривый мотив, очень характерный для искусства рококо. Примечательно, что рама, этот мотив, по-видимому, полюбился публике, и он был использован для других портретов. Другие модели тоже хотели видеть себя запечатленными в такой же раме. К XVIII веку постепенное увлечение такими портретами сходит на нет. Современные мастера уже не пишут или очень редко пишут такие портреты. Но эту живопись по-прежнему высоко ценят. И ее, конечно, коллекционируют. Замечательный пример – это Шталбург, картинная галерея императора Карла VI в Вене. Он был, можно сказать, таким преемником Леопольда Вильгельма, другого замечательного коллекционера, который впервые в Шталбурге устроил картинную галерею. Леопольд Вильгельм был штатгальтером испанских Нидерландов, а потом уже по окончании службы он обосновался в Вене и туда перенес свою коллекцию живописи. А Карл VI, можно сказать, продолжает эту традицию. Его картинная галерея также находится в Шталбурге. Шталбург – это помещение над конюшнями, над Шталлен, поэтому и название вот такое. И Карл VI, поскольку статус его намного выше, это император, старается обогатить эту галерею и перенести в Вену произведения и из других резиденций Габсбургов. И придать новое оформление Шталбургу. Архитектор Клод Лефорт Дюплюси предусмотрел шпалерную развеску картин. Он создал вот такой вот великолепный барочный ансамбль. И в центре этого ансамбля находилась зала, где была представлена исключительно цветочная живопись. Это или натюрмоты, или это портреты в цветочных обрамлениях, или это религиозные образы в цветочных обрамлениях. И, конечно, это вот такой вот апофеоз барочной декоративности и, может быть, даже самое эффектное зало в этой галерее, поскольку, если речь идет о портрете или о басторической живописи, сюжетной живописи, конечно, вот такая вот шпалерная развеска, принцип такой как бы вступает в некий конфликт с содержанием работ, их уже трудно воспринимать как самостоятельные произведения, они воспринимаются как, ну, своего рода обои такие, извините за такое уподобление, то здесь это цветочная живопись, это красота, это наслаждение для глаз, и здесь все это смотрится абсолютно гармонично и органично. И в то же время Карл VI как бы отдает должное своему предшественнику Леопольду Вильгельму, потому что Леопольд Вильгельм очень любил цветочную живопись, он ее ценил, он ее понимал, и поэтому это такая вот зала посвящения. Вот разрез, ну, вернее, такая вот даже раскладка этой зала, она тут как коробка, да, картонная перед нами, да, разложена на четыре части, а в центре живописный плафон возвращения героя, это плафон, который посвящен непосредственно Леопольду Вильгельму Первому. Ну, это уже репродукции современного альбома, а вот это тоже репродукция современного альбома, но она воспроизводит гуашь Фердинанда Шторфера, которая была создана по заказу Карла Шестого. Карл Шестой заказал уникальный, в единственном экземпляре существовавший инвентарь своей галереи. Фердинанд Шторфер исполнил вот такую серию гуашей, где он не просто работы из этой галереи запечатлевает, а он запечатлевает стены целиком и развеску, как все это было при Карле Шестом. Некоторые работы сейчас идентифицированы сотрудниками Музея истории искусства в Вене. Гудрун Свобода занимается этой темой, но здесь еще предстоит большая работа, еще далеко не все работы опознаны. Ну вот этот натюрморт, кстати говоря, я вам показывала, или портрет Даниэля Зеггерса можно здесь тоже видеть. Ну, это был единственный инвентарь, который заказал Карл Шестой. Он также заказал большой гравированный альбом. И, конечно, преимущество этого гравированного альбома было в том, что он имел тираж. Гравюра это печатная графика, она имеет тираж, много копий. И такой альбом можно было бы дарить коронованным особам, ну и таким образом демонстрировать высокий престиж, демонстрировать свою образованность, свою просвещенность. Каждая картина должна была быть представлена на отдельном листе, но, конечно, работа над таким большим проектом очень затянулась. Затянулась столь надолго, что решено было издать более дешевое, более простое издание, гравированное. Вот такое вот. Называлось оно продромус, предвестник, то есть предшественник полного издания. Здесь, как видим, и качество гравюр хорошее, но не исключительно хорошее. И они собраны, много картин собраны на лист, причем это и не развеска по стенам, да, и не отдельная картина на лист. Такой вот смешанный принцип, компромиссно использован. Что нам особенно интересно? Нам особенно интересно то, что в создании этого гравированного альбома участвовал Антон фон Преннер, ну, вернее, он даже не участвовал, он курировал этот проект, а участвовал в этом проекте под его руководством Георг Каспар Преннер, а Георг Каспар Преннер это художник, который впоследствии приедет в Петербург и в течение пяти лет с 1750 по 1753 год будет придворным художником императрицы Елизаветы Петровны. И он создаст вот такой ее портрет в цветочной раме. По-видимому, идея написать такой портрет исходила именно от него. Мы не знаем, он ли, кстати, писал эту раму, или, может быть, он привез готовую раму с собой к двору Елизаветы Петровны, или, может быть, здесь какой-то другой художник помогал ему в написании цветов. Но в любом случае идея эта, скорее всего, исходила от него, потому что где мы можем видеть вот такую цветочную живопись в искусстве середины XVIII века? В основном только в коллекциях. А в Вене есть Штаубург замечательная коллекция, и, кстати, и в современной живописи тоже встречается этот мотив. Вот, например, портрет сына Марии Терезии Иосифа, будущего Иосифа II, тоже вот на фоне такого картуша с замечательными цветами. Таким образом, Георг Каспар фун Преннер обогатил русское искусство как представитель иностранной живописи, иностранной живописи при Российском дворе вот таким вот интересным замечательным мотивом. Кстати, этот портрет существует в двух вариантах. Портрет цветочной рамы хранится в Третьяковской галерее. Он, кстати, экспонировался в долгое время на экспозиции. Портрет справа хранится в Государственном Эрмитаже, в Запасниках. Долгое время его считали эскизом, но здесь настолько подробно написаны некоторые детали, вот, вышивка на драпировке и украшений ордена Андрея Первозванного на ленте на Елизавете Петровне, что все-таки надо думать, это отдельный законченный портрет, но, смотрите, когда Преннер помещает его вот в такое цветочное обравление, он меняет цвет платья Елизаветы белый, да, чтобы не было тоже какой-то вот чрезмерности, вульгарности, чтобы цветы оттеняли белизну костюма императрицы. Очень интересно расположение цветов на этом портрете. Над головой Елизавета Петровна подсолнух. Подсолнух поворачивается за солнцем и в эмблематических лексиконах подсолнух это всегда символ монарха, эмблема монарха. Что такое эмблематический лексикон? Эмблематический лексикон это специальная книга, такой иллюстрированный сборник, в котором можно видеть целую серию, обычно их много, целую серию изображений, и каждое изображение сопровождается подписью и эпиграммой, то есть таким вот истолкованием. И подсолнух обычно встречается в композициях, связанных с монаршей властью. Над головой монарха здесь мы можем видеть подсолнух. Вот здесь в нижней части можно видеть цветок, рябчик королевский. К сожалению, я не могу показать на экране, потому что здесь полоса зума перед моими глазами, но я не знаю, как это видят зрители, но в любом случае, или поверьте на слово, он вот здесь как бы рифмуется с державой. А здесь мы видим пассифлору, такой тропический цветок, он звездочку напоминает, и как раз с этой стороны на груди Елизаветы Петровны звезда ордена Андрея Первозванного. То есть это целая программа была создана для этого изображения. Ну, а рядом с скипетром мы можем видеть вот такой вот цветок, очень необычный, и долгое время он оставался неопознанным. Но так или иначе, его некоторые исследователи, вот, например, Людмила Алексеевна Маркиной из Третьяковской галереи называли фалический цветок, ну, просто форма, да, соответствующую символику, да, несет в себе. И, собственно, он перекликается как раз со скипетром государыни. Ну, я думаю, что это, скорее всего, цветок банана. Вот так вот банан выглядит, а вот так банан изображался на гравюрах в XVIII веке. Была такая цветочная художница Сибилла, Мария Сибилла, Мериан, она даже путешествовала в Америку, такое вот рискованное путешествие совершила, и она оставила большое количество рисунков, которые были переведены в гравюру. Наверное, цветок банана здесь хотели изобразить, тем более здесь вот лепестки точно так же, да, загибаются. А почему цвета такие странные? Но не все гравюры были цветными. Это же раскрашенные гравюры, печать обычно черно-белая, цветная печать это очень редко. И может быть художник так произвольно раскрасил это изображение, а может быть ему попался какой-то вариант раскрашенных таких вот гравюр с неправильной расцветкой. Может быть вот так вот это произошло. Конечно, цветочные рамы встречались и до этого в русском искусстве. тут можно посмотреть несколько вещей 17 века, у нас уже не очень много времени, поэтому я их тоже так вот пролистаю. Рукописные вещи. И даже в иконописи встречается, правда, может быть, не так часто и не столь распространено такое явление, но тем не менее вот такие вот обрамления. Поэтому я думаю, что Елизавете Петровне это, конечно, должно было нравиться. С одной стороны, была и родная привычная традиция, но с другой стороны, в живописном варианте, в светском портрете, скорее всего, это был такой мотив привнесенный с запада, привнесенный с западноевропейского искусства. Но подобные мотивы встречаются и в декоративной живописи Елизаветинской эпохи. Вот, например, Большой Терскосельский дворец и вот Елизавета Первая, ее Вензель, Вензеловое имя, как называют в современных источниках, и вокруг цветочная рама. Или, например, Петергов, это, правда, более позднее время, это тронный зал уже фельдоном оформленный, но тоже цветочные обрамления. Фарфоры тоже такой мотив встречается, но в фарфоре, я думаю, что он все-таки имеет собственные истоки. Это Мейсон, и я не думаю, что это напрямую связано с той традицией, о которой я говорила. Здесь, скорее всего, просто декоративный мотив. Ну и даже в живописи, снова связанной с Россией, в живописи Россики, тоже такой мотив встречается. Вот, например, Давид Людерс, портрет семьи графа Чернышева, и вот портрет одного из членов семьи, мальчика, рядом с ним держит гирлянду сестра одна из дочерей графа. Конечно, мы должны оценить, насколько таким вот продуманным было решение Георга Каспаро фон Преннера, который создал такой портрет Елизаветы Петровны. Он, можно сказать, завершает эту традицию истоки, которая восходит еще к XVI веку. С одной стороны, это великолепная, поистине роскошная рама, которая соответствует императорскому статусу представленной модели, ее высокому международному статусу, исключительно высокому, и ее положению в стране, это императрица, это государыня, но в то же время и не затеняет модель. Здесь вот такое очень тонкое равновесие найдено. И любопытно, что это портрет очень большого размера. Это два метра на полтора метра. Обычно все-таки цветочные портреты несколько меньшего размера. И я думаю, что здесь как раз сошлись обе тенденции. С одной стороны, это, конечно, имперская тема, и я думаю, что эта тема была вполне внятна современникам Елизаветы Петровна. Например, в одической поэзии Ломоносова мы встречаем вот такие вот строки. Не токма нежная весна, но осень тама, юность года. Всегда роскошствует природа, искусством рук побуждена. Речь идет о цирскосельских оранжереях, где и зимой цветут цветы. То есть, опять же, о чем это о том, что под скипетром Елизаветы наступает золотой век. Вот вам оранжерея, и там она властвует сезонами, распоряжается сменой времен года, так как ей удобно. С другой стороны, здесь мы видим и такое женское обаяние Елизаветы Петровны. Она была хороша собой и всячески старалась это подчеркнуть. У нее, опять же, известно, сведения о ее гардеробе, в котором там было несколько тысяч платьев. То есть, она действительно была такой модницей, женщиной, которая стремилась подать свою красоту, такой афродитой на троне. И этот мотив во французской живописи, связанной с цветочными рамами, здесь тоже дает о себе знать. Так что вот такой портрет цветочной рамы становится великолепным. плакатом Елизаветинской эпохи, когда Россия выражает словами Тредяковского как «сад веселый расцветало». Именно в такой формулировке. Не расцветало, а расцветало. Спасибо большое за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...